Мы продолжаем нашу борьбу со старющим компьютером Dell. Так, Антоха очистил от всех излишков корпус. Как хотите, устанавливайте. Не очень премиальную выглядящую помпу. А как известно, Тёма выберет. Всё, гарантия, я думаю, уже закончилась. Лет так 5-10 с этого. Всё. Как круто. Ну, я хотел как в баре, а в итоге как в ебаре получилось. Заряжай заки с азотой и погнали. Посмотри на эти колёса. Да мы чуть не повесились, господи. Это реально был второй 1000D для нас. Всем привет, друзья! С вами команда HyperPC. И мы продолжаем нашу борьбу со старющим компьютером Dell, который мы превращаем в модный HyperPC при помощи нашего апгрейд-центра. Если по какой-то причине ты не видел первый выпуск или впервые на нашем канале, то бегом скорее её смотреть. Потому что сегодняшний выпуск смотреть без неё бесполезно. Можно вот здесь вот посмотреть по подсказке или по ссылке в описании. Сегодня будет интересного ничуть не меньше, чем в прошлый раз. А самое главное, что олдовые тесты первого сталкера и первого андерграунда. Не будем томить и поехали. Но прежде, конечно же, ставь лайк, чтобы поддержать нас. И не забудь подписаться на канал, если ещё не подписан. А также подписываться на наш второй канал HyperPC Shorts, где мы публикуем свои самые сочные работы. Все ссылки на все соцсети, как всегда, будут в описании. Поехали! Вот наш корпус. И у нас к нему много вопросов. Блок питания у нас больше, чем нужно, по всей видимости. Но мне, по крайней мере, так кажется. Надо сейчас будет в этом убедиться. Как ставить радиатор туда вот такого формата, пока непонятно. Сейчас разберём весь корпус, вытащим из него всё лишнее и будем пробовать. Будем начинать что-то придумывать. Так, Антоха очистил от всех излишков корпус. Смотрим. Давай. Опа. Не то. Не то. Вот. Всё, не то. Не, не. Так, рамка у нас подходит. Это уже хорошо, что отверстие стандартное. Ну, есть вот маленький нюанс. А он не влезет, да? Я тебе скажу больше, он не влезет даже по общим габаритам. Даже не то, что в отверстие. Вот. Ну, тут прям вот да. То есть, если мы здесь отрежем, не хватит. Нет, нет, он сюда не зайдёт, брат. Тёма, Тёма, побойся Бога. У нас нюанс, у нас проблема. У нас не лезет блок питания. Клиент категорически отказался от нового блока питания. Говорит, у меня есть блок питания шикарный на киловатт. Зачем мне покупать новый за 50 тысяч рублей? Даже если не за 50, а за 35. Зачем покупать новый, если он есть? Первый нюанс, который мы всё раздумали. Не, мы победили, победили нехватку питания процессора. Мы сделали новый пин, и всё работает. Этой системе меньше киловатта не подходит. Видеокарты, рекомендованный блок питания под каждую видеокарту. Ну, не под каждую, под систему высоты карты 600 ватт. То есть по хорошему кило здесь запас. Они по 350 едят. По 250. По 250. То есть у нас 500 ватт и просто соточка. Это 600 ватт и 400 запас под все вот эти вот нюансы. Так а может, ну, 850 ватт хватит? Может быть, нет? Не стоит. Голдовый. А тут всё-таки премиум сегмент. Тогда ещё вещи делали. Это же 2000-е, брат. Это чё, это платиновый сертификат? Я не хуй. Я боюсь, что он без сертификата. Ну, это сварочный аппарат просто. То есть это даже не белый? Это да, это чёрный. Расист! Расист! Связались с клиентом. Он сказал, что категорически против блока питания нового. Потому что есть этот. Говорит, у меня есть блок питания, ставьте его. Как хотите, устанавливайте. Причём, что корпус нужен обязательно с отсеками. под сиди-приводы, потому что вот надо сохранить сиди-приводы. И охват тоже сохранить. Поэтому корпус у нас единственная возможность, это 7XL фрактал. Вон, покажи, как будет установлена рамка. Мы уже сделали рамку под сиди-приводы, но теперь у нас проблема с блоком питания. Антон. Нет столько проблемы, сколько нюансов. Это нюанс. Поэтому мы сейчас что? У нас есть несколько, я уже продумал, несколько путей. Взять, выпилить. Вот поэтому вот этой каемочке вот так вот пилим, 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 пилим. И уходим вот сюда, например. И блок питания погружаем сюда. Он чуть-чуть выступает. Там мы прикручиваемся как-нибудь. Прикручиваемся нормально, по стандартному. Но не факт, не факт. Там могут возникнуть нюансы. Данное, чтобы нам вот этого расстояния хватило. И, значит, что ножки там эту дремелем подчистим эти. Ну да, можно, можно, да. И тогда точно дырки не сойдутся. Вот. Это первый вариант. Тут, смотри, тут будет табличка закрывать. Тут будет нижняя видеокарта. И как бы эту зону будет не видно, черным винилом закроем. Будет как красиво. Но очень тяжело вырезать здесь ровно. Прямо грамотно. Хотя у нас этот шов закроется табличкой. Да, можно, в принципе, вот так вот его весь. Нет, так не надо, но тяжело. Вот, следующий вариант, смотри. Есть вариант поднять всю эту полку? Расклепываем. Вот этот весь элемент. Вот так вот. Оп. И все. Поднимаем. И у нас блок питания. И у нас до упора до сюда. Но, опять же, вот что-то вот это расстояние. Оно не дает покоя, да? Здесь больше, мне кажется. Стой. Дай, 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 я замерю. Антон, ну тут явно больше. У нас здесь 0,9. Ровно 0,9. Ровно 0,9. А здесь у нас ровно 0,5,6,7, 0,7. 2 миллиметра не хватает. Даже если мы поднимем полку, нам это не поможет. Нам придется срезать. Вот этот снимаем. Смотри, дай отверточку, пожалуйста. Сможем мы срезать здесь? Вот это мы сможем срезать здесь. Можно вот этот кусок отрезать. Да. И поднять полку выше, чем мы могли бы поднять ее с ней. Или, если мы перенесем, поднимем полку, то у нас вот эта панель, которая здесь закрывает. Мы ее не сможем перенести сюда, чтобы закрыть наши сидеприводы. Сидеприводы, помпу. Не очень премиальную, выглядящую помпу. Нам ее нужно бы прикрыть. Да. Поэтому нам нужно сохранить вот эту вот часть на этой высоте. Поэтому, я думаю, нужно пилиться вот здесь. Полностью расклепать. Вот этот убрать зону. Тут маленький пиво ровно сделать. И все, у нас основание под вот эту панель, которая здесь встанет, оно у нас есть. Оно жесткое. Вот. Но тогда, смотри, мы убираем. И вот это у нас остается без опоры. Да. Вот в этой точке. Поэтому нам нужно сохранить еще и опору. Здесь у нас клепка. Вот одна есть. Клепка. Клепка – это как в детской сказке кого-то зовут. Клепка. Вот здесь вот пилимся, оп, вот так. А здесь вот идем ровной линией вот сюда. И так же опускаемся. У нас будет ребро жесткости, которое будет… Ну, хоть как-то поднимать, да? Ну, не хоть как-то, а довольно-таки неплохо. Так, ну, в любом случае, давай тогда расклепывай ее. Сейчас, да, рассверлимся, расклепаемся. Корпус качественный. Корпус неплохой, да? Почему я его выбирал? Да. У Темы такой же. Если вы помните. А как известно, Тема хоть выберет. Так, ребят, кожух Антон демонтировал. Да, не без нюансов, конечно. Но кожух демонтирован. Блок питания у нас чудом встал по высоте. Причем без всяких отпиливаний ножек, без демонтажа резинок, которые делают так, чтобы блок питания не бился о корпус. И видите, он пролез и встал без всяких тут вот отпиливаний этой детали. Но, столкнулись с нюансом, по глубине корпус к рамке не доставал, потому что здесь вот есть у этой рамки там внутри такой загиб, и блок питания из-за своих размеров не пролезает. Антон установил проставки, точнее стойки от материнской платы, вкрутил их в блок питания, и теперь мы прикрутились к рамке. Блок питания стоит намертво, железобетонно. Теперь осталось отрезать то, что сюда больше не подходит. Вот так вот. Просто режем вот так. Но, Антон, все-таки, конечно... Просится вот так? Да, просится, потому что у нас будет некрасиво здесь все вот эти провода. Вот это все у нас будет очень некрасиво. То есть мы тут огромный кусок теряем, поэтому, если ты не хочешь резать по отверстиям, да, по решетке, то давай тогда организуем вот от блока питания, от торца до вот этой линии жесткости, которую мы оставим, давай организуем фальш-панель верхнюю. Вот, либо пилим просто вот здесь. Лучше давай так отпилим. Ну, типа тут вот это вот еще, вот это же не закроется, тут табличка как-то будет, а это будет вот здесь, а табличка там, короче, пипец. Слушай, так, ну, может быть, все-таки вырежем окошко просто. Шов у нас будет за табличкой, и при этом мы сохраним и пол, как бы этот. А здесь, ну, этот пленочкой затянем его. Давай. Че мелочиться? Если работать, так по максимуму. Давай попробуем с окна. То есть всегда можно будет допилить потом все до конца. Лучше начнем с минимума, и может быть оно как получится вообще шикарно. Может быть оно и пойдет как по маслу, и вообще все будет хорошо. Как у нас это обычные бывают. По маслу только и идем. Давай попробуем сначала без выреза, потому что, видишь, ну, они реально... Нереально. Да ниже они уровня блока питания. Ну, надо уровень-то вот этот, вот здесь. Как-то, посмотри, сколько сантиметров. Ну, давай сначала под БПшник отрежем, а потом под них уже. Да, потом вырежем под проводом, да. Все, 22 сантиметра. Вот, с маленьким запасом, там, 2 миллиметра. Да, да, как раз, чтобы пролез. Субтитры сделал DimaTorzok Деталь готова, Антон все отпилил, получилось ровничком. Антох, замонтируй, покажи. А, нюанс, да, показать, который возьмем? Да, вот, естественно, у нас не без нюансов, вот. Поскольку блок питания выше в определенную сторону, не поровну, типа в одну и в другую, у нас, как вы видите, обычно провода, которые здесь стоят у блока питания, они должны быть внизу справа. То есть блок питания у нас стоит вверх ногами. Мы бы рады его перевернуть, чтобы провода встали на свое место. Но тогда у нас эти отверстия не сойдутся. То есть он у нас выше необходимых отверстий. Если мы перевернем, то у нас отверстия будут выше рамки. И мы уже не сможем зафиксировать блок питания. Можно было бы, конечно, опять что-то там сверлиться, но уже хватит с этого корпуса. Ему и так плохо. И изначально была мысль пилить вот здесь вот под нее выемку. Но у нас вот эта часть выступает как ребро жесткости, и мы помимо того, что вернем заводскую клепку, мы еще хотим вторую, новую сделать, чтобы все-таки вот эту деталь держала эта конструкция получше. Поэтому было принято решение эту деталь не трогать, плюс это будет некрасиво здесь вот эти спилы. А вот у блока питания, вынимай, давай мужик, сразу видно, что провода идут вот под неким таким углом. То есть можно здесь чуть-чуть у блока питания, так сказать, увеличить отверстия под провода. И провода идут ниже, как нам и нужно. И корпус останется цел. БПшник уже ничего не страшно, ему 18 лет. Все равно гарантия, я думаю, уже закончилась. Лет так 5-10, 5-го. Минут 10-15, минут 5-10, 5-го, 4-5, 10-5-го утра. Так, давай, все, вытаскиваем БПшник. Поэтому сейчас демонтируем блок питания и еще немножко манипуляций с болгаркой. Ну, в нашем случае с дремелем. Это, как мы называем с Антоном, завод. Вот, видите, все, провода у нас ушли. А, кстати, Антоха, здесь-то отверстие... А, ну нормально, вот, заводское отверстие осталось. Вот здесь у нас все ровно. Видите, отверстие теперь совпадает. Вот здесь вот мы сделаем второе отверстие и здесь сделаем еще дополнительную клепку. Все родные вернем на место. Видите, и здесь причем получилось супер аккуратно. Как будто так и продавалось. Теперь провода у нас спустились на необходимый нам уровень. Они никуда не давят, не жмут. Свобода себя чувствует. Теперь хорошо. Время отлепаться. А, табличку показать, как мы срам закроем. Да, вот здесь у нас будет стоять табличка. И знаешь что? Я думаю, что даже чтобы вот этот металл не было, не винилом тянуть, потому что много отверстий. Да, маленькую эту фальш-панель. Просто, да, крышку положить. Причем... Можно даже не винилить, а прямо родной этот оставить. Двухсторонний скотч толстый не нужен. Тонкий, да. Потому что никакой нагрузки нет, ничего нет. На тоненький двухсторонний скотч и будет... Чистой визуалочку добавить. А знаешь что еще? Подсветку, лайтбар сюда? Нет. Эту фальш-панель загнуть хотя бы на 2-3 см, сделать загиб. Чтобы вот он туда ушел. И у нас вообще шва не будет, ничего не будет. У нас прям будет... Какая табличка же будет. А, ну, добавить еще плюс. Ну, просто, да, ну, типа, вообще будет по красоте. А если загнуть с двух сторон, она как шапка Мономаха сядет вообще. И будет просто... Конечно, сложно. Ну, ладно, посмотрим. Теперь пришло время клепаться. Вот, возвращаем все заводские клепки на место. Вон, я уже начал, смотри. А, я уже вставил их. Ё-моё. И сейчас можно начинать. Вот, Антохан достал их. В прямом эфире бомбанем. Телепаторный инструмент. Ну, давай, первый покажи, как ты мастерски это делаешь. Сейчас вот тут придержу. Вот так вот. Опа. И нюанс. Передержал. Оп, оп, коллективная работа. И чуть-чуть придавливаем. Так. Хоп. Первое есть. Еще. Оп. Еще. Вот, вот оно. Все. Ееееееееееее. Бать, как круто. Телепаторный инструмент. Лейли, it's looking like everything perfect. Out the mud with it, I put the work in. You can find me where that turf is. Pin precision like a surgeon. Bad ones used to curb me. Showing up to the show when the curse split. She know that I'm worth it. I'm finna go up, I'm aerial. I got the hit stash. Got a bracing for impact. Real tricky. Quick to flip a pretty penny to a thick stack. Quick stack. Think fast and I talk real. I give a fuck about how they feel. Me and Zayda's dropping propane. And it sounded like massive pill. For my dog, I'ma ride to the wheels. I got it, 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 I got it. Финальное приготовление к установке в корпус закончено. Антон перепаял помпу. Вот. Чтобы для пущей красоты вот здесь вот еще стяжечку бомбанул. Сейчас вот прям вот знаешь, она прям преобразится, как будто ЕКшную ДП-ку достали из коробки. Ну все, теперь красота. Теперь ЕК. Все, теперь ЕК. Поскольку мы все-таки решили вот этот вот колхозанский колхоз в компьютер не ставить, потому что нам пришлось бы эти компорты размещать где-то плату, протаскивать провода и вообще ужас, кошмар. Мы посчитали, что все-таки не нужны ни обороты вентиляторов, а их бы и не было в любом случае. Да, ни мать куда-то питать. Всего лишь из-за одной помпы вот этот весь, я даже не знаю, как это назвать. Поэтому решили запитать ее просто напрямую на Molex. Потому что по сути, что, она и должна, Антон говорит, молотить на полную. Нет, она не то, что должна молотить на полную, просто в данном случае это уместно. Потому что она, у нас сам компьютер далеко не тихий будет, потому что это не ПВМ вентиляторы. Вот. И выбора у нас не будет. Не вентилятора на материнке нет нормального управления. Вот поэтому... А то есть, в любом случае, все вентиляторы будут на полную включиться? Не будут на полную. Они, правда, по DC управляются, но там ограничения есть. Типа ниже нельзя будет опустить с какого-то определенного процента. Поэтому ее будет практически не слышно. Ну, компьютер у нас не холодный. Будет тихим звеном. Да, Антон включал ее на полную в руках. Ну, нельзя долго включать. Ты сейчас скажешь, что я включал. Потом скажешь, что он ему не включал ее. Мы ее проверяли. Она не громкая. Работает как новая, на самом деле, практически. Да, только с легким налетом. Который хрен вычистишь. Ну, это да. Мы ее кислотой заливали и чистить. Короче. Беда. Теперь ставим все, что есть в корпус. Да. И пробуем поставить радиатор. Вот этот вот ужасный. Давай сейчас на живую мы с него начнем. У меня уже снято панель. А, ну давай. Давай с него начинаем. Не, 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 упаси Господь. Вот так. Как мы вообще думаем его крепить? Да, собственно, так, как он и был закреплен. Здесь вот, как мы говорили, просто термоусадка вставлена была. Причем, что это заводское решение, ребят. Вот так вот расточены, раскурочены были ламели. И, собственно, что мы делаем? Мы прикручиваем вентиляторы к нашему кронштейну. И с помощью тех же самых мебельных саморезов, каких и было прикручено это все, мы радиатор прикручиваем к вентиляторам. И мы надеемся, что все это встанет по ширине. Здесь это все встает, все нормально крепится. Отверстия даже у нас, вот они, то есть совпали. Отверстия попадают в пазы, потому что, ну, на них были 120-ки, и тогда 120-ки одеваются. Ну, Антон, вот у нас утеряна одна термоусадка, я бы ее очень хотел заменить. Сейчас заменю. На что? На термоусадку. На такую же термоусадку? Да. А вон она как раз лежит. О, теперь я спокоен. А то я уже второй день нервничаю, что у нас там нету ничего. Хочешь вот туда сместить? Да, нам же нужен выход, чтобы у нас вот этот уголок здесь встал. Да, у нас проблемы есть. Нюанс. Сюда мы радиатор поставить не можем, потому что у нас здесь два привода стоят. В данном случае, наверное, один, да, будет стоять? Один будет стоять. Да, у нас будет стоять один привод, но все равно не можем там трубки вести, поэтому нам нужно вот отверстие для трубок сюда установить. Но у нас здесь торцевой выход, и на него нужно уголок будет прикрепить. Поэтому нам вот нужно на расстоянии этого уголка плюс запас уйти в эту сторону. Ребята, у Антохи все получилось. У нас все это еще и можно перемещаться. Теперь главное, чтобы стекло закрывалось с этим радиатором, хотя выглядит так, что закроется. И как раз он даже такой слегка... Ооо, ну все, вообще. Кайф. Завод. Так, ну что, тогда теперь подкидываем все остальные компоненты, начинаем планировать охлаждение уже само. Собственно, разместить помпу, понять, куда диски. Мы, скорее всего, да не скорее всего, а точно, вот эту панель заднюю перенесем сюда. Да, так мы же, да, так и планировали. Да, потому что в ней будут диски. Она и помпу скроет эту неприятную, и CD-ROM скроет, и дисков можно будет поставить больше, а места под провода внизу будет тоже больше, потому что не придется размещать эти корзины в нижний отсек. Все, поехали. Йооо. ПОДПИШИСЬ! 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 Продолжение следует... Продолжение следует... Все основные компоненты Антон установил. Радиатор с вентиляторами у нас на месте, но мы это еще в прошлый раз поставили, теперь сидером. Помпа, причем помпу мы не стали ставить на пол, она стоит на корзине жестких дисков. И теперь пришло время делать водяное охлаждение. К сожалению, из-за радиатора у нас не встает вот эта вот панель, она должна ставиться вот так вот там внутри. Вот. И нам придется от нее тоже отрезать кусок. Не очень хочется оставлять вот эту всю красоту, вот. Поэтому вот до радиатора ее придется сократить, потому что крепится она с торца, вот на этих торцевых болтах. Точнее вот на этих, где, а вот так вот, да, вот на этих торцевых болтах и крепится она вот к этой стенке. И мы ее прикрепим, она будет крепиться здесь, здесь очень плотно будет сидеть все. И единственное, что будет торец радиатора у нас. У нас, конечно, проблемы сейчас вот с этими фитингами. Неродные не подходят, потому что здесь отверстия маленькие. Таких фитингов сейчас продажи нету с таким диаметром резьбы. А тут они, как вы видите, они уже протекали. И вот это очень хорошо видно по отверстиям, что тут все текло. Прокладки родные не спасали. Поэтому мы сейчас заняты изготовлением новых прокладок, чтобы сюда их одеть. Уплотнительные кольца не подходят, потому что их раздавливает так сильно, что они вылезают во все стороны. Чуть-чуть по оборотам не сошлись. Сейчас что-нибудь придумаем, загерметизируем это все и будем собирать сам контур. Не знаю насчет цвета жидкости, ничего в голову не приходит. У нас везде подсветка неменяемая синяя. В помпе синяя, в этих синяя. Но почему-то мне хочется какой-то вот такой жести из двухтысячных налить. В общем подсветка будет либо синяя, либо ядерно-желтая. Вот мне почему-то хочется ядерно-желтую. Пускай будет все разноцветное, как вот делали. Потому что это так, память зеленая, мамка оранжевая с синим, с красным. Не пойми, вот пускай все будет разноцветное вообще. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Ну я хотел как в баре, а в итоге как в ембаре получилось. Все, ребят, теперь заливочка. Ты когда после нас шланги заливал? Месяца три назад. Офигеть, а мне ничего не говорил. Видите, втайне от меня шланги заливает. Готово. Ой, нет, все. Хорошо, что там ничего нету внизу такого. Хорошо. Что, включай? Антох, давай будем тогда, что, по три миллилитра будем проходить. Включай, да мне кажется, она, знаешь, не так сильно качала. Давай, стартой. Готово. Да, да, да. Ну, и правда. Опа, пошла видюха. Видяшечка вторая. Что, наверное? Оп, ей тяжело просто. Ну, тут все-таки, да. Перегиб все-таки. Ну, нет, перегиба нету, но переделывать придется. Переделываем придется. Ну, пена пошла, смотри. Нормально, молотит. Ну, кстати, вот откуда она и не особо-то и кушает. Поднимай вот так. Ты смотри, какой принцип. Я-то думал. У нее воды-то нет, смотри. Нужно ее перелить через вот этот барьер. И только тогда в нее пойдет жидкость. Понял? Да. Слушай, мы почти замкнулись в тем временем. Вот дурацкая помпа какая. Неужели нельзя было, Антох? А, надо было вот сюда заливаться, а здесь приход делать. Приход, о, слушай, усиливается движение. Циркуляция пошла, тем. Поэтому и движение усилилось. Очень она странно хавает воду. Короче, ну, потому что долго просто дичь. Подожди, а как она в стоке стояла? Лежа. Ну, подожди, может она вот так вот, да? Ну, давай попробуем. Слушай, а так она нормально стала работать. Но она не циркулирует все равно. Вот только сейчас она замыкается. Ну, то есть только сейчас она полностью заполняется водой. Она получается, в принципе, должна что ли на боку лежать? Да нет, вообще нет. Где-то приход у нее странный. Я так понимаю, это резервуар, сделанный чисто под вот ту штуку. Не, ну это понятно, что она под ту штуку сделает. Ну, слава богу, прокачала, назовем это так. Ну, что-то на полную она слишком сильно. Мне кажется, нужно на Риабаз ставить. Или вот этот, помнишь, предохранитель по центру ставится на пути, и он уменьшает обороты у вентиляторов. Резистор. Резистор, да. На стономолекс она сразу идет. Ну, ты какая разница? Паяем. Ты, во-первых, дождись, когда воздух весь выйдет. Как будто не там она все-таки забирает воду. Вот так вообще не самое правильное. Это типа окей, но так не должно быть. Помпа всегда должна... Я понимаю. Но ты видишь, она, во-вторых, так с завода стояла. Во-вторых, она себя странно ведет. Возможно, я слишком заморочился. Ты типа чего от нее хочешь? Она говорит, блин, столько старше тебя. Пузыри по выходят, я думаю, и все будет окей. Ребят, я сейчас не буду заливать краску в жидкость, когда вот она такая вся с пеной. Мы все-таки подождем, пока воздух весь выйдет. Пускай Антох сейчас сделает кабель-менеджмент. Все уложит, все сделает красиво. Отпилит вот эту вот крышку. Все это защитное. Это, да, сделаем. Ну, и все. И перед тестами мы с вами покрасим жидкость, разберемся с помпой. И потом будем ставить какие-нибудь очень старые олдовые игры, которых многие из вас даже не слышали ничего. Я сам не слышал ничего про игру, которая идет в комплекте. Субтитры сделал DimaTorzok. Мы решили, что такому компьютеру нужна соответствующая операционная система. Если Windows 7 я еще не очень бы удивился, ну и не так бы резало глаза. Тут Windows XP я не видел лет 10, наверное. О, мы решили мониторчик соответствующий еще подобрать. Но раз уж мы нашли необходимый кабель, то и мониторчик теперь тоже будет соответствующий. Сегодня вечер ностальгии. К сожалению, клавиатуру, старую клавиатуру и мышку с шариком пока достать не удалось. Только пиши HyperPC 97. Не, ну через пробел. Да? 96 пиши. Так, и что? Есть у кого-то? Ребят, есть CDK? От XP. И теперь нам осталось подождать всего лишь каких-то 32 минуты, чтобы... Поддержку сети установим. Опа. Обычные все. Дальше. Да все, все, да, далее, далее. Мы сейчас еще и игрушки соответствующие поставим. Но из интересного на самом деле, что тут? Железная дорога 2006. Кстати, под компьютер подходит. Race. Нет, это не то. В тылу. Короче, будем, значит, тестить TrackMan. Нет, значит, потестим сталкера. Потестим этот, то, что идет в комплекте. Короче, этот я бы хотел Call of Duty 2 попробовать. Вот это я понимаю аппаратище. Параметры, параметры. Так, вот. Нет, сколько у него разрешения? Тысяча на две... Дальше, 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 дальше. Да нет, назад. 1280 на 1024. Наверное, он такой. Хотя он, наверное, 768. Кто, вот этот? Да. Ну ладно, давай 800 на 600, потом поставим драйверы на видеокарту. Теперь пришло время поставить драйверы. И никаких вам флешек. Оно работает. Оно работает. Ты давно вообще диски в CD-ROM сувал? А слушай, а скринкаст он будет писать? Please wait, loading. Друзья, а в 2022 году поставить Windows XP оказалось не так-то просто. Причем, что, ну, естественно, под Windows XP там ни дрова, ни приложение, никакие FPS-мониторы, ни оси сети, ничего не работает. А Ида-то хоть заработает у нас? Только если очень старую искать, и то это нужно на другом компе скачивать, интернет тоже не работает особо. Короче, пробовали и семерку ставить, семерку оказалось поставить еще тяжелее. Чтобы что-то скачать, интернет-эксплорер уже очень старой версии на XP стоит. И сайты просто не загружаются, потому что нет, наверное, протоколов там и прочей канители. В общем, ладно, с горем пополам смогли поставить Need for Speed Underground. Игру, как обещали, которая шла в комплекте с материнской платой. И Сталкер, Сталкер с диска встал, все нормально. Но, как я и хотел, перед тем, как тестировать, я все-таки покрашу в очень популярный в то время кисло-ядерно-желтый цвет жидкость. Артог, как ты думаешь, я попаду в этот... Ну, хочешь, я попаду. ...без воронки? Ну, нет, мне так не интересно. А не хочешь? Ну, давай. Ну, что? Да получится все. Пробую. Конечно. Чтобы у тебя допрорвалось. Ой, ой. Слушай, а концентратик... Ой, смотри, как пошел. Пошел сразу в трубу. Серега, снимай. Видно, да? Ух, под углом пошел. Ну, сейчас он так контуры заполнится. Не заполнится. Все, убирай. А вон обратно, интересно, отольется? Ой, смотри, как вообще. О, даже как раз это идеально. Еще сейчас сверху и клеерфулом зальем. О, смотри, сюда пошел тоже. Да что ты будешь делать-то, а? Ну, все, там уже полностью залилось. Я надеюсь, что обратно сейчас отольется. Мне кажется... Ой, смотри, как вода замешивается. Вот так вот выходит вода чисто, смешивает. Ну, это клеерфул, не вода, а просто, да, прозрачный. Концентрат, все, там уже в радиатор уж уходит. Давай, давай, закрывай. Не, она остановилась, все, что ли, ничего. Давай, куда закрывать, а здесь это добавь, где клеерфул твой. Осторожно, все, хватит. Аккурат, стартуем и поехали. Оп, 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 бомба. Все, смотри, смотри, сейчас его пойдет. О, кайф. Не хватает этой синей подсветки, чтобы это все светилось люто. Но, кстати, если на вентилятор дать синюю подсветку... Сейчас да. Она на пультике, да? Конечно. Ты думал, что там, аура тебе, что ли? Субтитры сделал DimaTorzok И вот, ребят, сейчас будет тот самый звук. Ну-ка, давай, Михалыч. Вон, Петрович. Ееее. стробит вообще люто в камере и сразу гумат слышал но он короче xp не понимает что такое салай вот еще раз это все ошибки по дровам безопасность компьютера может быть под угрозой ох ну а теперь это выглядит максимально кринжово и максимально вот в стиле двухтысячных здесь все разных цветов зеленая оперативка желтые радиаторы кисло салатовый lime yellow шланги синяя подсветка и до раньше компьютеры выглядели не так как сейчас представляете вот какая большая разница к сожалению они раньше даже так не выглядели потому что так никто не делал не собирал ну да мало кто пользовался мало кто имел доступ и средства на такие вот комплектующие и их вообще в россии наверное было очень мало все на по сравнению вот сейчас вот а вы говорите что вот эти rgb ваши зачем там это вот радуйтесь что у нас не такое железо так ну чё давай попробуем погонять в рондон дом ребят аиду поставить на xp было тоже тем еще испытанием и протестировать компьютер на температуры тоже то еще испытание может быть на десятке все бы это работало получше но на xp конечно не очень какое-то время он показывает параметры температуры но потом все как бы время идет вот четыре минуты тестов мы чувствуем что компьютер нагрелся неплохо так нагрелся он знаете нагрелся как 12 900 кс с тремя 3090 в контуре и с одним радиатором но потрогай сейчас вот это трогал потрогай сейчас подальше на руку за суть нормально так он греет такой электролюкс прям обогреватель не ну квартиру будет греть вообще знатно если греется в зоне радиатора это значит охлаждение работает эффективно если бы был холодный радиатор тогда бы это уже какие-то нет шланги отрабатывают на ура все водоблоки отдают тепло просто шикарно в общем как посмотреть теперь температуры у нас вот он обновлялся до 63 на процессоре и до 69 и 67 на видеокарту в общем если мы сейчас останавливаем тест то как только компьютер начинает работать мы видим примерно температуры антох следи тормозим и у нас 67 по процессору и 74 71 на видеокартах температуры отличные тем более для таких-то аппаратов жалко оси сети нету чтобы посмотреть сколько энергопотребления мы бы знали ну а так видите все как бы 67 максимум на процент 70 по сути ну короче все давайте возьмем 75 на видюхах 74 на процессоре вполне неплохо очень очень хорошо для этого время за да все экстремально жаль не успели разогнать столько возились с виндой что разогнать вообще ничего не успели такой классный этот монитор ребят я бы реально хотел бы на денек а лучше выходные посидеть вот так вот и поиграть в какие-нибудь старые игрушки в ностальгические конечно fps монитор не работает единственное средство контроля fps на xp это и масса afterburner но его мы тоже не смогли скачать и пацаны пацаны кто помнит эту заставочку господи как я любил когда я ее видел это значит что я попал в гости к друзьям у которых есть компьютер и можно поиграть боже мой какая-то в это была игра сумасшедшая это звук ребят с колонок монитора с монитора раньше звук был колонки были только у элиты антоха заряжай закись азота и погнали а тут есть ли этот графика изображение карта трассы трехмерные а может есть четырехмерный настройки параметров видеокарты 640 на 48 а мы разрешение это не выставили вот детализация максима и колеса круглые стали смотри здесь видно ребят вот вот она круглая я тоже пальца могу показать тень автомобиля максимально включить максимально размытие огней включаем эффект скорости все на ультра пацаны вот это графонии о май еще не было вида от капота где моя закись азота ребята мы поставили счетчик fps но тогда не было такого понятия безлимитный fps и отключить вертикальную синхронизацию поэтому у нас просто тотальный 60 закись азота один раз за серию ускорение это вам не второй underground где можно было на поворотах и и заряжать только своего мастерский про гонщик детстве мы так играть не умели везде бились на каждом повороте об стены вот как сейчас да да вот так вот тормоза как заказать чем тормоза на газ жмешь и влево вправо все ничего больше нету а где о shift ее моего дрифтует какой же здесь был дрифт смотрите у меня обогнал потому что я зашифтил чем где там финиш то будет хайпер писи номер один да всегда номер один факт чё бы там и кайф 56 fps видишь проседает проседает хотел stalker запустить а вот десочек поставь будь добр а потом поиграешь я думаю что кто-то из вас вообще не видел таких и давай а это кто ругается интересно постоянно кто-то ругается ты пишешь ты это другой игры видимо вот это по нашему это как мы свинку пепу тестировали да да пять с половиной тысяч кадров ешкин так вот это да давай настройки значит полно динамическое освещение это я уже выставлял максимальная гамма дай поярче сделаем чтобы видно контраста навалим все полный экран расширенный настрой и вот этого не видел дальность видимости все в ультра сглаживания на максимум тень от травы пускай здесь все на ногу нагнет дальность освещения максимальная все чё 2 480 высылать и свой включил не включается на xp все все на ультру новичок мастер я мастер ломать один раз играл в stalker и не прошел а я ее сверху тихо лишь не заду не включили 120 fps зато разрывы зелуша так на начином заставки смотреть погнали заодно посмотрим как быстро у тебя башка ребята 200 150 качество 20 fps на ультра на лютейшек сейчас но это это же в подвале это в подвале опачки проседаем смотрите 60 держим 60 но графенчик ребята где костер здесь был чё у нас стабили средние где-то 75 до вот он вот он этот костер так а чё где гитарю видишь то в той колонке туда 5 короче ребят stalker ультра максимальные настройки 90 fps так тут карта должна быть о ее это прям gta 5 так волк лидер лагеря новичков вот мне нужно к волку ну чё короче поход делаю можно в stalker дома поиграть серёг сегодня монету с монитором ты домой не едешь он своей 38 так как его подрубит в гашечку то через дисплей порт давай куда идти ну господи что ты ругаешься убрал убрал а как не выживать то в такой среде весь оружие надо убирать о пацаны это победа вот так вот так нормально ребят ну короче вы поняли соточку 8 и соточку имеем последний посмотрим игру которая шла вместе с материнской платы я такой игры не слышал в те года не играл смотри без диска игра идет без диска на то время это у бога company of heroes вообще не помню такое что-то вот уже знаете какой то есть но они герои а ну пожалуйста тема будь будьте добры дисок поставьте до пошли менять диски обычно два привода просто да ты так тут ты помнишь там где я учился ой там где ты учился я преподавал тогда еще пешком под стол ходил молодой я уже диски менял сидит шейнджер вот это знаешь внутри там они по кругу ели помню да был такой валидайтинг медиа ну давай надо короче было все таки киберпанк запускать на 10 винде и моник сюда вот от 4к роговский поставить так сразу залетаем в настройки графикс все на хай 16 x есть 16 x q c со текстур detail ультра понимаешь уже были я вообще я слова думают услышал только недавно reflection хай все хай прикинь лсс появляется ха 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 модель detail на полную memory usage смотри саша еще на стану из лавон брать но это яркость ему нужно сохранить настройки как в gta подождем пока он их сохранит а вот почему ничего не слышал про эту игру это стратегия но тут понятно 60 fps конечно у нас 59 смотри она просаживается смотри как графа крутая а вот это да вот это по кругу нельзя крутить нет короче мышка можно ездить офигеть вот это ну все это все пойдем пойдем ладно но это не интересно вот андеграунд со сталкером был класс короче машина зверюга и температуры как всегда самые низкие которые только возможно ребят это был потрясающий опыт оттверждаю очень круто интересно захватывающих впечатляющих думать чуть не повесились господи это реально был 2 1000 d для нас для меня до 6 все вроде так просто элементарно столько не столько нюансов нюансов здесь были опять тысячи это был очень интересный и очень олдскульный опыт друзья причем для нас это было совсем непростое испытание такого количества доработок я на своем веку не помню ни в одном проекте ни в одном компьютере ни в одном корпусе нам удалось исполнить все пожелания клиента мы установили блок питания совсем не стандартного размера причем сделали это качественно и красиво а после установки кастомные фальш панели даже нет ощущения что этот блок питания туда не подходит мы смогли установить старую помпу клиента вот из этого компьютера которая питалась и управлялась по ком порту через вот этот вот ужасно устаревший контроллер мы ее всю перепаяли и подключили ее к стандартному разъему даже неизвестный нам радиатор от какого-то мотоцикла из 2000-х годов нам удалось установить в этот корпус при этом заменив все вентиляторы на актуальные ну и конечно же мы нашли водоблок на 775 сокет что оказалось москве совсем непросто ведь большинство практически 95 процентов этих водоблоков разбросано по удаленным от москвы регионам россии ну или они просто в ужасном состоянии уже к этому времени по итогу нам удалось полностью реанимировать машину максимально сэкономив деньги клиенту и вот из такого вот устаревшего монстра компьютер превратился вполне себе современный симпатичный агрегат хоть и на старом железе страйкер 2 выглядит конечно монструозно особенно если принять во внимание то для каких лет делалось это материнская плата для какого года водяное охлаждение как и весь компьютер работают полностью исправно и отлично stalker прет на ультра максималках как и все игры тех лет если вам нужно нарастить мощность вашего уже старенького компьютера или же и сменить его внешний вид или вы хотите собрать свое железо в нашем корпусе или вы хотите из своего компьютера сделать hyper pc концепт то по ссылке в описании вы найдете наш апгрейд центр который с легкостью справиться с любыми задачами ребят если мы вывезли это то нам по плечу абсолютно любые задачи и проекты собственно как и в hyper pc спасибо что досмотрели этот ролик до конца если вам понравилось и вы оценили наши труды то обязательно ставь лайк и не забудь подписаться на наш youtube канал здесь вас ждет много интересного из мира компьютеров гейминга ну и конечно же из мира hyper pc с вами была команда hyper pc ваш ведущий артем и до встречи через неделю тут было бы классно если бы этот компьютер если бы этот монитор работал на нем там был какой-нибудь и рон дон дон или stalker хотя бы был бы здорово но не получилось вынимай ванай 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 ну в нашем случае с дремелем в болгарич дремель пора бы связаться с нами к не думали об этом потому что все это расходники я не сколько стоят а хотелось бы это все просто в огромных количествах так же как и класс очага да чтобы чтобы фура подъехала сразу с дисками там со всякими весь и все что у вас есть по одной позиции кроме иди дисков тысяч 150 нам нужно по 100 каждого хватит 100 дисков 100 тысяч дисков нет 100 каждых дисков да да алмазные особенно ты самые дорогие по 5000 которые квас очаковский не связался за что им большое не спасибо дальше мы это не пьем зато коля подписчик привез нам целый ящик очаковского кваса кассовый аппарат ниже камеру опусти вон видишь розетка черная в конце саму черный да вот ее к себе потяни и там к ней примотан провод скотчем ниже вот воткни его розетку это да так там отчеты не проверила все понял смотри давай выше подними камеру